Привет, это канал Взлет, меня зовут Ольга, в этом видео мы с вами рассмотрим серию Bjork Сумка Toad с отделкой кистями и яркий шарф с акварельным принтом Давайте начнем с сумки Toad Выполнена она в черном оттенке под сафьяновую кожу Мне кажется, это классическая деловая сумка, даже сочетание деловой сумки и сумки шопера Потому что это Toad, его можно расценивать и как сумку для покупок, и как сумку для деловых бумаг А стиль, в котором выполнен этот аксессуар, располагает и к тому, и к другому Сумка выполнена очень минималистично, единственное, у нее есть вот такие милые кисти Это как отголосок и дань моде предыдущих лет, когда мы носили кисти везде и во всем И серьги, и ожерелье, и сумке, и шарф, и все у нас было с кистями И вот здесь такие две милые кисти сделали нам дизайнеры Арифлей Сумка черная, но отделка у нее контрастная Ручки тонкие, длинные, но надеюсь, что будут крепкие Кстати, если вы покупали до этого подобные сумки, насколько крепкие ручки? Я еще не слышала ни одного комментария на тему, что где-то у кого-то порвались ручки на сумке Арифлей И у меня тоже такого не было, у меня сумка тоут подобной формы, но правда там ручки чуть-чуть пошире Это была в одной из весенних коллекций сиреневого оттенка, но она безумно удобная Вот эти тоуты, они очень удобные, а если вы мамочка с ребенком, то уж я уверена, что вы найдете, что положить в такую сумку Софьяновая кожа выглядит как будто сверху на коже есть мелкий-мелкий рисунок в виде паутинки Я думаю, что вы представляете себе, такие аксессуары уже были в Арифлей Размеры этой сумки 34,5 на 27 и у сумки есть дно 13,5 сантиметров Я, конечно же, перемерила, дно и высота совпадают, но 34 сантиметра в Арифлей, видимо, считают, если у сумки два бока вот так будут немного закрыты Потому что в открытом виде размер этой сумки 48 сантиметров Ликуйте, все, кто любят закрытые сумки, а таких, по-моему, 90%, 95% Оставшиеся 5% просто все равно Здесь есть молния Это классическая сумка классического оттенка Закрывается на классическую молнию Молния пластмассовая И язычок у молнии вот такой красивый, выполнен под золото Внутри у сумки нет подкладочной ткани, но мне кажется, она ей и не нужна Выполнена сумка в черном оттенке И есть вот такой большой карман, который крепится, посмотрите, я впервые такое вижу К ручкам, не к верху сумки, как это обычно делают, а к ручкам То есть внизу на ручках будет болтаться ваш карман Хорошо это или плохо, я пока не знаю, как вы думаете Карман на молнии и тоже здесь есть язычок под золото Сама молния пластиковая Да, пластиковая И брендированная сумка внутри, логотип Мари Флейм На кусочке материала такого же, из которого выполнена сама сумка Давайте посмотрим ее относительно формата А4 Вот вы видите, что положить в эту сумку документов можно огромное количество По вашей просьбе, делаю сумку более объемной, кладу план успеха И в этой серии видео мне будет служить вот такая игрушка для объема Вот так выглядит сумка наполненная Сразу дно у нее появилось И давайте, конечно же, примерим, как она будет выглядеть на плече Как и любой шоппер, сумка очень удобно лежит на плече И ручки в меру тонкие, не такие широкие, чтобы соскакивать с плеча И не такие тонкие, чтобы резать его То есть все удобно Кисти в этой сумке не несут никакой функциональной нагрузки Они, видите, чуть ниже сумки И просто сумка разрезана, вставлена кисть и сверху застрочена Просто декоративный элемент Яркий шарф с акварельным принтом Bjork Colorful Полный цвет Считает Арифлейм, что вот этот цвет, он действительно полный Ну, на самом деле, посмотрите, сколько красок Мы можем найти здесь все, по-моему, цвета радуги Розовый, красный, желтый, зеленый, синий, голубой, фиолетовый Действительно Colorful Этот шарф полон цветов И принт размытый, вы видите, на самом деле имитирует акварель Шарф 190 на 90 сантиметров Он по длинной стороне подвернутый, подшит А по короткой, по ширине просто оставлена бахрома И шарф выполнен из бутылок на 30% Это последнее время использует Арифлейм своих аксессуаров очень часто И я считаю, что это идет на пользу окружающей среде Когда мы с моей старшей дочкой сегодня рассматривали аксессуары Арифлейми Я сказала, что эти текстильные аксессуары выполнены из пластиковых бутылок Она сказала, так это же Швеция, это там мусор весь закончился Вы знаете, что в Швеции закончился мусор Они уже свой мусор переработали И теперь скупают мусор у других стран Когда мы в России начнем это делать Вопрос Но видео у нас не политическое, а обзор на аксессуары Поэтому давайте посмотрим, как этот Colorful акварельный будет выглядеть на плечах Арифлейм рекомендует его нам носить тремя способами Один способ, самый первый, я не поняла Дикий запад Носить шарф углом впереди Как из такого шарфа можно сделать угол? Ну, в общем, я не знаю, как это делается Представьте, что здесь угол Давайте посмотрим другие варианты Вариант просто сделать вот такой жгут из шарфика И сделать что-то типа снуда Тут главное не переборщить Чтобы жгут был не сильно тонким и не сильно толстым Вот такой снуд Как вам такой вариант повязывания аксессуара? Мне кажется, довольно оригинальным Учитывая изобилие красок Все это играет интересно в этом жгуте Еще один вариант Накинуть на плечи и повязать пояском Пояска у меня сейчас нету Но вы представляете, как можно выгодно подать Все эти яркие краски Вот в таком варианте ношения аксессуара Эта варианта нет в каталоге Но мне очень нравится носить палантины шарфа Вот таким образом Здесь я еще скрепляю булавкой Которая досталась наследство мне от предыдущих шарфов И вот таким образом можно тоже накинуть на плечи Это шарф Ну и вариант, который в каталоге называется Свободный художник Теперь буду знать, как называется Я ношу чаще всего шарф таким образом под куртку Если холодно, можно подтянуть вот эту сторону Чуть-чуть повыше и опустить, соответственно, концы пониже Если совсем холодно, можно два кончика расправить И сделать утепление даже на груди под верхней одеждой Ну а можно просто накинуть на водолазку или на футболку шарф вот таким образом И это четвертый вариант ношения этого аксессуара из каталога Какой способ завязывания шарфа понравился вам больше всего? Был ли вам интересен и полезен этот обзор? Если это так, то ставьте лайк под этим видео Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, чтобы смотреть новинки Арифлей вместе со мной И нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть наше видео самыми первыми Пока-пока!